Приветствую всех на своем канале, добро пожаловать! Спасибо, что вы нашли время посмотреть мой ролик. Пришло время сделать мне коррекцию на эти ногти. Я хочу ее сделать вместе с вами. У меня для этой коррекции есть вот такой необычный элемент для дизайна. Цветочки, на которые я засматривалась уже очень-очень давно. Идею, которая поставила точку в покупке этих странных цветочков, я нашла на страничке вот этой девочки, Хэн Нейлс, Хэн Нейлс, Мария Луиса. В принципе, работы такие у нее стандартные, обычные, ничего особенного, очень чистые. Мне почему-то, особенно на прорисовке френча, обработке кутикулы, формы самой, русская школа просматривается, не знаю. Ну, такие у нее работы. Да, вот, например, вот так вот. Такой-то сложный френч, когда рамочка есть. Вот, например, белый френч, очень аккуратный, красивый. Но не эти работы. Вот эта работа мне очень-очень понравилась. Смотрите, какой здесь классный френчик. Миндальный, хорошо нарисованный. И цветочки. Здесь у нее есть более близкая вот. Классная вот эта работа цветочками. Здесь прям видно цветочки, конусные камушки и бульонки. В этот раз немножко больше работы у меня будет, потому что я полностью снимаю весь материал. У меня внутри моего дизайна есть бульонки. Железные маленькие-маленькие шарики. Поэтому на глаза обязательно вот такую защиту. Таким сверлом гель снимается. Он просто улетает у меня с ногтя. С параллельными бороздками. Но с ним, со сверлом, нужно аккуратно, как только вы приближаетесь к натуральному ногтю. Вон, полетели мои шарики. Хорошо, что надела очки. Если вы не уверены в своей моторике, в силе своей руки, вы только начинаете. Это очень агрессивная и сильная фреза. Лучше не брать, а перекрестную взять насечку на фрезе и уменьшить скорость. Кутикула. Отодвигаю. Я пользуюсь палочкой апельсиновой. У меня и для клиенток тоже. У каждой своя индивидуальная апельсиновая палочка, которая по мере загрязнения или использования меняет. Моя любимая пилочка Алиэкспресс фирма Маккарт 150 на 150. Сравниваю переход натуральный ноготь и материал. Как говорят израильтяне, для того, чтобы приклеить типсу, мне придется делать восьмерки в воздухе. Сколько я работаю мало с клиентами, у меня нет специальной лампы, которая помогает высушивать. Клеиваю типсы на базовый слой венолиса. Это простая база для тонкого слоя. Я с ней работаю уже некоторое время. Отлично себя зарекомендовала как база для твердого материала. Она очень жиденькая, прям вот как водичка. И при этом прекрасно держит типсы. Тоже проверено. База жидкая, ее много не надо, она никуда не затекает. Все прекрасно промазывает. Включаю лампу. Я не буду показывать, как выглядит моя лампа, потому что это просто катастрофа. Прикладываю и в лампу. Длина делаю с запасом на опил. Сначала отрезаю ровно. Теперь убираю углы. Приблизительно подхожу к форме, которая мне нужна. У меня будет заостренный миндаль. Себе неудобно пилить. От этого у меня и пропилы происходят. И, возможно, где-то не так ровно и не так симметрично. Но неудобно. Что делать? Я себе прощаю эти недостатки. Мелкие какие-то вещи я оставляю как есть. Нет в природе совершенства. Новая фреза, с которой мне понравилось работать. Алмазная, короткая, тупое пламя закругленное. Я люблю вот такие масштабные, объемные дизайны делать именно на площадке, которая по размерам хорошо для этого подходит. Я имею в виду свой большой палец. Здесь почему он особенный? Потому что цветочки имеют высоту, объем. Я не хочу здесь наращивать ту толщину, которая будет у меня на всех остальных ногтях. Толщина материала. Здесь будет буквально минимально. И тогда он у меня не получится бомба. Я немножко выровняю его. И немножко протяну этот гель к свободному краю. Так у меня получится тончайшее просто укрепление, которое не прибавит объема. Вот так растяну. Здесь будет потолще. К свободному краю потоньше. На этом ногте присутствует запас длины. Поэтому мне нужно сейчас снять липкий слой и запилить его. И сделать ему длину готовую уже. Он немножко гибкий остался. Но я здесь только приклею еще элементов, что он будет у меня бетонный. Блеск уберу, чтобы мой строительный для цветочков хорошо схватывался с поверхностью. Я хочу посмотреть сам дизайн. Здесь еще важны размеры. Видите? Два больших и все маленькие и конусные камушки. То есть у меня будет два больших, сочетающихся по цвету. Хотя здесь какой ни возьми, они все будут сочетаться. И конусные камушки надо взять. Бульонки здесь есть. У меня здесь есть, что, жемчужные шарики? Жемчужные? Нет, это бульонки. Это металлические бульонки. Так, подождите, подождите. Нет, есть здесь. Вот он. Сейчас я его отловлю. Я таких шариков не видела. Интересно. Жемчужный шарик. Ну, мне как раз пойдет. Вот конусы, своими конусами придадут арматурности моему ногтю. И шарики, бульонки заодно. Смотрите, какие у меня классные есть. Редко пользуемые мной. Вот эти мне нравятся розовые. Самый классный цвет, который я больше всего люблю. Это розовый опал. Гигантский. Там тоже есть большие, как раз для них время самое, большие конусы. Вот здесь маленькие конусы, прозрачные, синие. Решила поменять свой гель, на который я буду цветочки клеить. Возьму вот такой вот. Он без липкого слоя, тоже прозрачный и тоже густой. Подходит отлично. Начну потихоньку собирать. Один, один, один. Начну с самых больших. Мне нравится сочетание желтого и розового. Поэтому желтый. И поставлю-ка я не розовый, а яркую фуксию. Он яркий, довольно темный. Чтобы посередине было акцентно. Вот сюда. Вот так они встречаются. И в лампу. Хотя, хотя, вот я смотрю, у меня ноготь-то большой. А что, если я сюда еще приклею большой цветок? У нее-то ногти безымянные, по-моему, у нее. Да, у нее безымянный. Оранжевый большой. Или голубой. Оранжевый. Буду стараться, чтобы вот эти крупные элементы, как цветочки, были к серединке больше. У меня еще мелкие элементы есть. Они больше к краю ногтя. Вот сюда хорошо пойдет бирюзовый, но у них они как-то неоднородно прокрашены. Или светлые очень, или вот темные, как фуксия, или красный. А в бирюзовых он вообще белый. Я навыбирала здесь конусы. У меня еще и квадратики конусные, оказывается, есть. Мой самый любимый. Это розовый конусный камушек. Молочный вот такой вот опал. Прозрачный, большой. Вот сюда, посмотрю, наверное, залезет. Бриллиантик такой. Прозрачный. Розовый конус вот сюда. Ах, какая красота. Время много взяло, но это того стоит. Два ногтя. Я таких не осилю. Один. Можно сделать. Я как-то ударно так золотых выложила. Бульонок здесь. Красиво очень будет с жемчужными вкраплениями. Жирненький такой, хорошенький. Для оставшихся четырех пальцев я выбрала очень спокойные цвета. Такие, чтобы они были просто фоном. Поэтому я выбрала молочные, нежные вот такие оттенки. Голубой, персиковый, фиолетовый и розовый. Розовый я хочу сделать не просто розовый, а вот такой вот с блестками. Это все мои новые гели, которые я получила от фирмы Машаре. С Алиэкспресс. Это фабрика, на которой я покупала постоянно все свои материалы. Она стала в розницу продавать в магазине Алиэкспресс. У меня розовый от них. Он бледный. Он чем-то напоминает мне абрикосовый. Цвет там не ярко выраженный. Поэтому я его не взяла, а сюда сделаю блестки. Блестки, несмотря на то, что они в баночке, выглядят довольно цветные, розовые такие, розы увядшие. Они прямо на прозрачном фоне. И мне для них нужен какой-то тоже фон такой розовый, чтобы ноготь розовым смотрелся. У этой фирмы есть такая интересная консистенция. А я ее называю липкая консистенция. Это не гель средней консистенции. Это не желе. У желе оно делает пики. Оно как его рвать можно. Вы когда берете такой кусочек, он прям отрывается без того, что тянется тонкая нитка. Вот эта консистенция вообще другая. Она липкая. И после нее надо очень хорошо промывать кисть. В спирте нужно промывать в топе. Потом опять в спирте. Для того, чтобы она прям совсем хорошо промылась. Мне напоминает эта консистенция. Полигель. Помните, на самом начале, когда появился полигель, была такая интересная консистенция. Он был прозрачный, хорошо пилился. Но у него была липкая вот эта консистенция. Он тянулся за вами. Куда бы вы чуть-чуть совсем не двинули кистью, этот полигель, с ним очень тяжело было бороться. У меня ощущение, что на этой фабрике осталось много запаса такого полигеля. И они его чуть подразбавив, добавив блестки, запустили опять в продажу. Вот его набирать прям тяжеловато. И он такой вроде средней консистенции. Но когда начинаете работать, вы понимаете, что что-то с ним тугое происходит. Очень красиво он смотрится. Вот это пробный. Поэтому у меня 15 мл. Девочки у меня сошли с ума. Здесь блестки закатные, я их называю. Они разной формы. И здесь блестки серебристые. То, что вы видите, это флеш-блестки. Я его выкладывала, этот цвет. Бесцветную такую подложку, не на розовую. Сейчас он вообще максимально розовый. Если еще больше, сильнее взять эту подложку розовую, розовый цвет усилить, он прям вообще классный будет. Вот закатные блестки я здесь вижу. Оранжево-красно-розовые какие-то. Мне очень нравится, что это хлопушки. Это не прям блестки одинаковой формы, а это хлопья. Вот эти три ногтя мне пришлось переделывать несколько раз. Не знаю, какой-то день сегодня не мой. Не получалось у меня с первого раза. Поэтому кутикулы мои, вот эти три еле выжили. Я положу топ вот на этот блестящий ноготь. Хочу попробовать сегодня компанию Nelco. Одна из лучших на Алиэкспресс по цветам гель-лаков, если кто пользуется с гель-лаком. Топ я у них беру первый раз. Ничто не сравнится с флеш-блестками. Самый интересный, самый волшебный какой-то блеск, это вот именно этот материал, флеш-блестки. Субтитры сделал DimaTorzok